День деревни. Он молодой такой, помненький, может его помните. Он регент оказывается, он по пению специалист. Не тот, который задирался? Нет, задирался он не с Барнаула, он откуда-то с Малтайки. А это отец Дмитрий, он наоборот как-то более расположенный. Ну это даже не экзамен, они вначале сказали прослушивание, то есть узнать, есть ли слух, соображение есть ли музыкальное или нет. А я шел на изложение, почему? Мне в канцелярии дали распечатку, первый экзамен русские изложения. А тут прослушивание. Ну там пока по одному запускают, я давай думать, а что мне петь тогда? Я же не готовился. Ну думаю, рождественский тропарь, а я его хорошо знаю, вот и вот. И еще надо народную какую-то песню, а народную я не знаю. Да я люблю тебя жизнь. А если раньше и знал, то ничего уже не помню. Я же их народную-то не пою каждый день. Деревянная, деревянная, дальняя. Ну вот тоже бы знал бы ее. А там гитару семинаристы принесли, молодые. Там 18-20 лет поступают такие. И кто-то принес гитару. Ну я захожу, добрый день, добрый день. А он опять, Дмитрий-то меня узнал, видно. Говорит, а кроме того, что вы на гитаре играете, на чем-то еще играете, ну на пианино, говорю, играю. Ну и спел он тропарь рождественский. И все песню повторял. Выйду ночью в поле с конем. Она хоть и не народная, но она сойдет за народную. Два куплета. А потом на пианино он сел, встал по нотам. То вниз прошел, нижние ноты, то вверх. Я там АА ему пел. Ну он определил, какой диапазон. Ну у меня слух-то немножко есть, конечно. Голоса такого нет особого. Ну а они что сказали? Что даже без голоса могут поступать. Есть такие. Но наш батюшка, у него тоже особо слуха-то не было. То есть это неопределяющийся. Если слуха нет, то что, не будешь что-ли учиться? Может такой вариант быть. Привет вам. Так что Андрею. Я хотел к Андрею сходить и рассказать, чтобы он не боялся такими глазами большими. Андрею бы надо было поступить. Сейчас дополнительный набор будет. Но батюшка говорит, что он отказался. Набор-то куда? В семинарию. В семинарию. С 19-го. Да, сюда же, на это же место. И, видимо, заочно. Ну так. Все поступили, кто с тобой поступал? Ну по порядку. Второй экзамен русские изложения. Изложения это читают они три раза. Стандарты, говорит, у них как везде. При поступлении в высшее учебное заведение. Все то же самое. Те же правила. Никаких они не выдумывают других. Первый раз читают, только слушай. Ничего ты не можешь не записывать. Никаких ни глаголов, ни прилагательных, ни местами, ничего. Второй раз уже можешь что-то писать. А третий раз тоже можешь. А когда три раза прочитают, все, можешь полностью. То есть излагать, что ты услышал, не сочинять. Кто были, говорит, у нас сочинители там. Ну и вот текст был из поучений Паисия, Святогорца, Старца. Он небольшой был текст. Если вот моим почерком писать, это страница будет формата А4. Ну, альбомного листа. Ну, там кто как писал, у кого какие почерки. Ну, чистовик дали, шапку оформили. Знаешь, что такое шапка? Начало. И три часа дается на изложение. Я за полтора часа справился. Сдается чистовик и черновик. Это я не писал уже давным-давно. Это со школы, наверное. Ну, написал, слава Богу. А третий экзамен, вот в пятницу. В девять часов. Основы веры православной, чтения и знания молитв. Ну, молитвы я так учил усердно. Ни одной молитвы не спросили. Наверное, потому что знают, что я чтец. Чего меня спрашивают? Никто там ничего не давал не читать. А именно основы веры. Ну, задавали разные вопросы. Там выходили. Сперва отцы шли, которые поступили учиться заочно. Отче. Ну, там подходили, спрашивали, какие вопросы. Ну, такие. Кто такой Христос? Или, назови апостолов. Двенадцать апостолов. Назови заповеди Моисея. Какие? Меня спросили, какие таинства в церкви. Я ответил, всем таинства. А там один по скайпу был. То ли он не в Барнауле, а где-то там, не знаю. Отец Иоанн молоденький. Ну, лет тридцать ему, он моложе меня. И он спрашивает, а монашество это таинство или нет? Я говорю, нет. А святые отцы говорят таинство. Какое же там? Святые отцы. Вот так. Это уже придумали они. Семь таинств. Премудрость основала на семи столпах цель. Семь столпов. Ну, еще какие вопросы там задавали? А, какая цель поступления? Сложного ничего нет. Любой из наших братьев. Ответ-то какой? Вопрос ответ-то какой дал? Чтобы быть пастырем Христовым. Это благословляется и церковью. Священное Писание говорит об этом. Что это дело Богоугодно. И наставники благословляют. Ну, вот первый экзамен, когда сдавал, отец Дмитрий, с чего там разговор-то начался? То есть, немножко побеседовали. А, что сказали, семейный-то? Я говорю, не семейный. Да как его, детей нету? Ну, нету, раз не семейный. Занимаюсь, говорю, в лагере, воспитатель. А я, говорит, на ютубе смотрел ролик, Игнать Тихонич там, отец Дмитрий это говорит. Говорил, что дети здесь лекарства не принимают. Ну, некоторые, которые больные, приезжают. Я говорю, ну, таких случаев много было, что приезжают, никаких ни микстур, ни лекарств. Ходим босиком, трудимся во славу Божию. Рассказал немножко. Пилим дрова там, пропал им огород. Ну, и провел слова покойного патриарха Алексея. У нас, говорю, отучили трудиться и молиться. Вот мы и учим трудиться и молиться детей. Ну, и все. Диакон говорит, спаси Господи. За что? То ли что я песню спел, то ли за что. Спаси Господи. Вот, то есть на ютуб они заходят некоторые. Не просто так это. Вот визитки мы им раздали. И вы раздавали тоже. Ну, так, ничего страшного нет. Тут батюшка Константина подвигает к этому. А я батюшке сказал, что надо больше братьев. Когда годы гонения были, один священник убит, например, а другой в тюрьме, третий умер. Пусть у нас будет запас. Да. Пусть учатся еще больше. Почему Игоря Третьякова, например, я с ним разговаривал. Севастьяну сказал, тот пошел кротко улыбнулся. Подошел там к другим братьям. Что-то так. Нет, да нет. Я уже старый. Я говорю, там батюшки учатся. Лет шестьдесят им по виду, Даш. Я не подходил уже в возраст. Не спрашивал. Но лет шестьдесят. То есть он уже батюшка и идет учиться. Конечно. Завочно. Так что надо больше. И думаю, надо беседовать с батюшкой об этом. Да. Чтобы шли и поступали. Запасные игроки. Когда космонавты готовятся, дублеры. А здесь дело такое. Обязательно надо это делать. Ну а с Владыкой у тебя не было встречи-то? Нет. С Владыкой завтра говорят. Ну, да или нет, там непонятно. У них сразу как-то неорганизовано. В канцелярии одно распечатали. А расписание экзаменов другое. Как так? Непонятно. Потом сказали нам там, подождите, ждем. Ой, потом на два часа перенесли. А сейчас двенадцать. Вот что-то вот так вот так. Неорганизовано. В этом плане. То ли у них некоторые преподаватели в отпуске. Что-то непонятно. Почему так? Ну, предлагали мне там ночевать, семинарии. Я говорю, у меня место есть. Там молодежи много. Человек тридцать поступало. Где-то восемнадцать примерно заочников. И остальные на дневной обучении. То есть заочников даже больше. Никаких таких вопросов не задавали, как уральским ребятам? Какое отношение к войне? Нет, этого не было. Какое главное... Вот один из вопросов был. Какое главное таинство? Какой-то вопрос такой, конечно. Они все важны, я так про себя думаю. Но я ответил, что при части. И привел слова Иоанна, Богослова. Евангелие Теанна, шестая глава. Что Господь говорит, кто не будет есть плоти сына человеческого, пить кровь его, не будет иметь в себе жизни. Ну, а с одной стороны, важное крещение. Вот церковь. Вот так. Ну, я так ответил. Правильно, неправильно. Рассудите. Они тебе ничего не сказали. Они промолчали. Молитвы все выучил. Их 36 молитв, если с тропарями, было десятым праздником. Но ни одной молитвы не спрашивали. Заповеди Моисея. Учил по-славянски, так и не запомню по-славянски. Аз, мят, проще по-русски рассказать. А эти заповеди блаженства, мы поем на богослужение, их-то уж мы должны знать. Девять. Я их знаю. Но их не спрашивали. Я слышал, что у очников спрашивали, у молодежи. А у них уровень небольшой. Он стоял что-то один там. Ну, пока там по одному заходят. Он, ой, надо повторить евангелистов апостолов. Я думаю, так у нас Нестор это тебе расскажет. И евангелисты апостолов. Матфея, Марка, Лука и Амбрия. Ну, такие вот. А так, чтобы вот как у нас, им бы, конечно, надо взять на заметку, как у нас принимают оглашенность. Такие вопросы. Когда ты уверовал? А ничего таких вопросов нет. Вообще, веруешь ты или не веруешь? Верующий ты или не верующий? Да, действительно. А то я услышал, кто такой Христос? Ну, это один вопрос относительно Христа. Там про Троицу что-то было. Зачатие Богородицы было естественное или сверхъестественное? А Дух Святый от кого исходит? Ну, это мне не задавали, это другим. Вот, такие вопросы. Ну, это мы-то все проходим. Для нас это понятно все. Поэтому я так представил, мог любой из наших братьев поступить. Только что подготовку, молитву по-славянски выучить, обязательно знать. Утренние, вечерние, тропари эти, это несложно. Каждый день примерно часа полтора отводи на это. И все, память. Я до того заучился, по городу иду, повторяю молитвы. Там, ну вот как, по Ползунову идешь и поворот на Ленинский. Ну, иду туда, раз посмотрел, а в голове молитва, а тут девушка идет. Я с ней растолкнулся, задумался. Вот так, заучился дорогой. Заучил. 50-е, 90-е псалом. Ну, я их все полностью по-славянски. Ну, было такое, такой период, что начинаешь по-славянски, заканчивается по-русски. И все так путается. Где Уба, где Абачья Чима, а где Очи. И вот все это перепутано. Думаешь, зачем оно надо? Ну, ничего, надо. Им надо. А они не спросили. Ну вот. Самое вот это, что я учил, учил, не спросили. Все перед Господом. Есть свой труд. Ты по телефону-то говорил, что какой-то батюшка говорит, что это и вам нужно, и нам нужно. А, ну, вот этот отец Дмитрий. Они так посмотрели там у себя записи. Так из Потеряевки вы первый? Я говорю, да. Ну, и Дьякон говорит, да, никого не было еще. Ну, и помолчали так. А потом, это и нам, говорит, нужно, и вам нужно. Отец Дмитрий. А им зачем нужно? Зачем нужно. Может, с них снялся вопрос, который стоит с другого места. Патриарство с них, наверное, тоже требует. Нужно. Помоги, Господи, что братья наши поступали. Ну, это отделение. Так, еще раз. Какой смысл вопрос? Ну, допускают семинарист. А на епископа там не выбирают? Нет, конечно, пока. Экзамен сдать, чтобы епископом стать. Или патриархом. Ну, я батюшке рассказываю нашему. Он говорит, да вопросы такие задавали. Как ты уверовал, да? Нет, конечно. Это вот только у нас такое. Это им бы надо взять на заметку. И пришел вот третий экзамен принимать. Он такой, ну, он мирянин, оказывается, преподаватель. Ну, он полтора Игоря Глушкова, наверное. Это я не преувеличиваю. Я думаю, ну, что-то у него может вариться там. Что-то знает, спрашивает, задает вопрос. И священник тоже был в комиссии уже вот позавчера. Позавчера комиссия была. В два часа. Еще толще был. Отец Георгий или кто он? Я его никогда не видел нигде в соборах. Но я редко бываю. Тоже такой. И он рассказывал то, как написал. Фамилию называет и говорит, что нормально. Ну, нормально, значит, поступил. И всего одного только назвал. Никак, говорит. Никак. А так кое-кого назовет. И зайдите к нам. Ну, может, все с документами там. Я так думаю. Документы некоторые не все сдали. Я все сдался. Один только потом зашел, сдал. Ну, мне ничего не сказал. Нормально. С Рабченко я встал. Ну, как и все, вставали. В Боготоле сектанты подходят к нам. Первый вопрос. А ты рожден свыше. А ты знаешь, что нужно быть подводительством Духа Святого. Сектанты какие вопросы задают. А здесь православные какие вопросы. Сравнивать-то не приходится. Так они никак не затронули, что ты здесь потеряешь и дальше на эту тему. Нет, вот только первый экзамен был прослушиванием. Я сказал, Мамотовский район. Они спросили, откуда потеряют. А кто потеряет, и вы у нас первый. Больше ничего не может. Ну, там такая система, как они объясняли. Комиссия рассматривает, а потом и владыки все это. И личные дела, и наши результаты. И владыка еще будет рассматривать. Так еще не точно. Но, когда вот позавчера комиссия говорила, что это уже определенно сказали. Кто поступил, определенно. А у остальных там, у кого там документов нету каких-то, у кого еще что-то там, зайдите поговорим, собеседуем будет. Ну, с владыкой непонятно, будет собеседование личное или нет. Уже стали разъезжаться. Вот кто живет, там я познакомился с Азабийском, Сергей, с Алтайского района. Мы, наверное, там были на Благовестке. Книги-то завозили. Он уже уехал. Ну, и я поехал тоже. Я позвонил там Александру местному. Я говорю, ну ты пойдешь завтра, узнай там что и как, когда сессия начнется. Определенно уже, я не буду оставаться. Ну, хорошо, узнаю. Стал с ним беседовать. Я, говорит, Златоуста читал три тома. Я говорю, я тоже третий на этом остановился. И у нас с ним такая беседа. Ну, он, конечно, бритый. Это они там все в основном такие бритые. Или, если борода, то подстрижена. А так, чтобы вот полностью, наверное, только у меня была, чтобы не тронута. Ну, вот Николай... Телефонами обменялись. Я подумал, может, в дальнейшем куда его на занятия пригласить делать. Мы по квартирам собираемся. Что он вопросы задает там такие. Мы по Писанию побеседовали. Библию прочитал один раз. От Бытия до Откровения. На Синодальном переводе. А писали изложения. И там Паисий Святогорец, он приводит два места Священного Писания. От Луки 18-14. Где говорится, что... Ну, который возносится, то упадет. Там сейчас я не помню. А и там по-славянски. О, по-славянски туда помню. И место Матфея 26-52. Все взявшие меч отмечают погибнуть. По-славянски нож это звучит. Я-то сразу эти места запомнил. Думаю, но напишу. А они выписаны на носке. Надо только по-славянски. Не, русский текст. А произношение славянское. Почему не русский? Мы же русские люди. Такие уже особенности. Который никак-то написал. Тот поступил? Вообще никак. Он не поступил. Это уже комиссия была. Много не поступило. Один только назвали. Остальные все поступили, да? Поступили. Там у кого с документами. Потом говорит, привезете такие-то, такие-то документы. Там же целый набор, пакет документов. Поэтому почему не поступил? Кто его знает? Я с ним не разговаривал. Не знаю даже кто-то. То есть основные критерии это слух и голос? Ну даже если у тебя слуха нету, ты можешь тоже поступить. Я вот Косте сегодня и говорил. Проверяет слух и голос, но если и того, и другого нет, все равно принимает. Может быть и так. У батюшки нашего не было. Он говорит, я запел, ему тройку поставили. А, идите, идите, все понятно. Второй раз он уже, сегодня вот дорога с ним беседовал. Николай Жорин привез. То есть у батюшки слуха не было. Поступило. Голоса тоже не было. Ну отец Дмитрий говорит, там может быть другие какие-то таланты есть. Это даже могут и поступить, если голосами как-то в голове верили. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Продолжение следует...